Привет, друзья! Косметичка на неделю снова с нами. Смотрите, какая миленькая. И тут будет много-много всего. И много всего из видео с покупками, которые вы видели позавчера. Так что ничего удивительного. Итак, что у нас здесь есть? Первое из того, что мне нужно просто снова как-то обновить свои косметички, потому что я давно не пользовалась, это тени L'Oreal Infallible оттенка Permand Kaki. Название, да. Это очень красивый зеленый цвет. И зимой я им, конечно, не пользовалась, но на лето мне кажется, что он абсолютно идеален. Он очень приятный, такой темно-зеленый, блестящий, чудесный, абсолютно чудесный цвет. Так что я хочу снова положить свою косметичку, начать пользоваться, любить и так далее. В эту же тему еще одни тени, которыми мне стоит начать пользоваться. Это Maybelline Colorama оттенка 501. Это такой цвет шампанского, довольно светло-бежевый, очень мерцающий. Это идеальный хайлайтер в уголок глаза и под бровь. И так как сейчас я снова начала загорать и перестала быть такой белой на лице, хайлайтер нужен мне не какой-то мерцающий перламутрово-белый, а именно такой вот цвета шампанского. Так что добро пожаловать снова в мою косметичку. А дальше все новая косметика. И я очень взволнована. Так, и первое это база по тени от Avon оттенка Light Beige. На самом деле мне кажется, что у них в каталоге есть всего один оттенок, но здесь вот указан оттенок Light Beige. Он выглядит вот так. Очень прикольно и симпатично. Я вчера их пробовала, и они довольно мягкие и приятные. Так что они база по тени, она... Что у меня вообще с этими словами? В общем, она мне очень понравилась. Я пока не пробовала ее на глазах, но я попробую. Как раз в видео с новой косметикой я собираюсь использовать ее базу. На этот раз правильно. Так что да, скоро будет видео с новой косметикой. Ожидайте. Следующее. Это BB-крем Herborean. Это был подарок от моей подруги Лизы. Привет, подруга. И это корейская штучка. Я давно присмотрела какой-то BB-крем, просто потому что для меня, ну, в моем представлении, это что-то очень простое, что вы с утра наносите на кожу, даже, может быть, без крема, и оно равномерно ложится, смотрится естественно, не нужно особо растушевывать, не нужно над этим особо заморачиваться. Поэтому я очень хочу его попробовать. Total Sheer Baby Skin. О-о-о, отлично. SPF 25. Он довольно темный, но так как я все-таки сейчас планирую немножко подзагореть, то я полагаю, что когда я буду его использовать, он будет мне уже почти в самый раз, в любом случае посмотрим. Я надеюсь, что все будет хорошо. Следующее, что мне нужно попробовать, это тушь Artvisage Chicago, потому что она лежит, и она давно была прислана, и нужно, наконец, ее попробовать. У меня заканчивается еще пара тушей, и поэтому пора попробовать и ее, так что и ее ждите в этом видео. Что вы также видите в видео, собираетесь со мной с новой косметикой. Мне кажется, что я просто анонсирую это видео, показывая все эти продукты. Очень полезное видео. На самом деле нет, там будет много всего прикольного еще. Итак, следующее. Это карандаш для глаз от Avon, оттенка Cosmic Brown. И он коричневый, и насколько я могу судить, в нем нет рыжины. Я его показывала вам в своих покупках. Мне кажется, что он довольно холодного оттенка коричневого. Мне он очень нравится. По крайней мере, пока я его не пробовала на глазах, а пробовала только на руке. Он очень мягкий, он очень легко наносит. Он буквально такой кремовый и приятный, очень пигментированный. Поэтому пока мне кажется, что это должна быть прекрасная вещь. Но опять же, я буду пробовать и буду формулировать свое мнение об этом. Я очень надеюсь, что мне подойдет, потому что коричневый карандаш, который у меня сейчас есть, заканчивается. И по ощущениям этот будет лучше. И следующее, что у меня осталось, это помады. И там четыре помады. И это просто много великолепия. Первая помада, которую я буду не столько пробовать, сколько снова носить, это Avon оттенка Purple Hyacith. Я не могу это прочитать. В общем, H-Y-A-C-I-T-H. Слово, которого я не знаю. Цвет восхитительный. Вы его видели в видео моей покупки. Это была не покупка, это был подарок, опять же, от Лизы. Привет тебе, подруга, еще раз. И этот цвет, который я очень давно искала, я его нанесла тут же в видео. Он мне очень понравился. И, честно говоря, я это видео снимала вчера. И вот с тех пор, как я эту помаду нанесла, я ее не стиралась. Я ее стирала только для того, чтобы пойти спать. Потом я проснулась и снова ее нанесла. И сегодня я весь день ее носила. Сейчас на мне другая помада, потому что я хотела попробовать и ее. Но это просто великолепие. Я полагаю, что я буду пользоваться ей очень-очень часто. Я долго искала темную помаду, которая была бы, с одной стороны, темной и фиолетовой, а с другой стороны, не слишком какой-то черной, чтобы можно было ее носить в течение дня. Я никак не могла найти ее. И я была удивлена, что такую помаду сделал Eivon. Она идеальная. Она, с одной стороны, темная и фиолетовая, а с другой стороны, она носибельная. Я ее с утра нанесла вообще без макияжа. И она смотрелась нормально, не дико, не слишком темно, ничего. Я сейчас ее попробую на руке, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Этот цвет с моим холодным тоном кожи, вот просто они идеально сошлись. Я никогда не думала, что когда-нибудь найду вот такую холодную, темноватую помаду на каждый день. И я ее нашла. И, точнее, Лиза ее нашла. Лиза, спасибо тебе. Это просто... И я, мне кажется, давно не была в таком восторге от помады. Следующая помада, это тоже Eivon. И она сейчас на мне. Это Color Trend. У них эти упаковки, что в моем возрасте их уже поздно покупать. Но я не могла от себя отказать. Потому что этот цвет, я его погуглила, посмотрела с вочи, и я поняла, что... Нет, я без него не справлюсь. Оттенок называется Intimate. И вот этот цвет, и он сейчас у меня на губах. Это еще один такой сливово-ягодный цвет, который на каждый день абсолютно идеален. Он холодный, довольно насыщенный и прекрасный. Просто прекрасный. Нет других слов. То есть на каждый день вот что-то такое... На каждый день у меня есть несколько типов помад. Если я более смуглая, то я ношу что-нибудь персиковое. Такое светло-персиковое. Если менее смуглая, то светло-розовое. И я никогда не могла найти более-менее такую плотную и темную, и холодную помаду, которая бы нормально носилась в течение дня. И вот у меня их целых две. Я просто неимоверно рада. Я очень давно не заказывала ничего из Even, а тут я смотрю, есть все причины заказывать у них чаще. Потому что, судя по всему, у них все с этим хорошо. То есть оттенки помад, которые я не могла найти нигде, ни в одной фирме, тут они просто в огромнейшем количестве. Следующая помада, которую я хочу попробовать на этой неделе, и это... Я давно хочу ее попробовать. Я ее купила, мне кажется, недели полторы назад, но у меня просто рука не поднималась ее попробовать. Я думала, я ее просто буду беречь на особый случай. Это эссенс из коллекции Good Girl, Bad Girl, и она почти черная. И на самом деле я вчера делала свочные руки, она фиолетовая. Но в любом случае я буду ее пробовать. И вот я разрываюсь между ней и другой помадой в плане собирайтесь со мной с новой косметикой. Я думаю, либо сделать более готичный макияж, либо более нейтральный и носибельный. Это помада Even из коллекции Perfect Kiss, по-моему, которую рекламирует Ирина Шейх. Оттенка Lovey Dovey Pink. Это прелестнейший цвет на свете. Он как раз вот розовый, бежевато-персиковый, на каждый день очень нейтральный, он полупрозрачный. Я вчера его пробовала на руке. То есть он очень легко ложится, он очень кремовый, он, мне кажется, будет очень увлажняющим. И теперь я думаю, какую из этих помад мне использовать в собирательстве со мной с новой косметикой. В общем, напишите мне, что по этому поводу думаете. Я что-нибудь выберу. Обе эти помады я очень хочу попробовать. В любом случае вы обе их в какой-то момент увидите в каком-нибудь из моих видео, потому что hello. В общем, на этой неделе я буду их пробовать, смотреть, как они носятся, формулировать свое мнение, экспериментировать с разными макияжами для них. И мне очень нравится эта упаковка. Eivon улучшила не только свое качество, но еще и потрясающие упаковки. Я не знаю, почему я у них так долго не заказывала, но я боюсь, что сейчас я снова буду на игле, буду снова жить и смотреть их каталоги постоянно, постоянно, постоянно. Но что поделать. Кстати, если вы заказывали у Eivon и был какой-то хороший продукт, пожалуйста, напишите мне. Потому что я бы, собственно, попробовала у них что-нибудь еще. Я несколько лет назад пробовала их тональные средства, и они были плохие тогда. Я пробовала их туши неоднократно, и они все были отвратительные. Но если, например, они измелись, и сейчас они хорошие, пожалуйста, порекомендуйте мне. Если у них есть другие какие-то хорошие средства, тоже порекомендуйте. Потому что вот эту базу под тени я покупаю по вашим, друзья, рекомендациям. Я в одном из видео спрашивала про базу под тени, которую вы могли бы рекомендовать и в Инстаграме, и вы единогласно написали Eivon. Я была очень удивлена, потому что я не думала, что в этой фирме может быть хорошая база под тени. Потому что база под тени – это такая вещь, с которой очень сложно получить то, что надо. Я покупала их неоднократно, и очень часто они были слишком сухие или слишком жидкие, и ничего не держалось, или плохо наносились, или еще что-то, или быстро высыхали. В общем, для меня база под тени – это один из тех продуктов, которые очень сложно сделать правильно. И я была удивлена, что Eivon, у которых мой опыт показывает, что продукты есть и очень хорошие, и довольно посредственные, я была удивлена, что такой, скажем так, сложный продукт они сделали хорошим. Ну, по крайней мере, судя по вашим отзывам, я, честно говоря, вашим отзывам доверяю абсолютно. Потому что если я не доверяю вам, кому мне вообще доверять? В общем, я была удивлена, что вы мне все это рекомендовали, но по вашей рекомендации я тут же пошла и заказала. Так что я очень доверяю вашим рекомендациям, и спасибо вам большое, что вы мне их оставляете, я это очень-очень ценю. И на этом все. Это все, что в моей косметичке на неделю. Как всегда, дисклеймер – это не все, чем я буду пользоваться в течение недели, я буду пользоваться и другими вещами. Но это то, чем я буду уделить какой-то приоритет, потому что, ну, в основном, это новые продукты, про которые я хочу сформулировать мнение, чтобы потом рассказать про них в обзорах или фаворитах, или еще где-то. Ну и плюс какое-то старье, про которое я забыла, и нужно снова вернуть свою косметичку, поэтому вы знаете, что вы должны делать. Вы должны посмотреть, нет ли в вашей косметичке слишком старой косметики. Ну, во-первых, старой косметики, которую нужно выкинуть, а во-вторых, старой косметики, которая еще хорошая, но вы ей не пользуетесь. Возможно, стоит снова начать ей пользоваться. Это мораль всей басни. Спасибо вам большое за просмотр, надеюсь, что вам было интересно, и люблю вас всех. Муа!